Новый Афон, 20 апреля, 9.30 утра. У нас второй день похолодания. Вот отсюда видно, что в горах туман. Вот все вершины ближайших гор покрыты туманом. Ну и вот море. Сегодня ветра меньше, чем вчера ветшим было. Посмотрим, что тут. Народу нету никого, кафешки все закрыты. Вот, допустим, сюда в эту кафешку не попасть, потому что там решеткой заколотили вход. А вот в эту свободно можно входить, никто не запрещает. И большинство кафешек вот так прибрежных открыто. Что мы видим? Справа ни души. Слева ни души. Спереди ни души. Хотя вон там на горизонте какой-то корабль плавает. Море сегодня более-менее спокойное. Тут даже есть вход на второй этаж. Но мы туда не пойдем. Мебель все лежит свободно. В Абхазии вообще, мне кажется, редко воруют что-то. Хотя есть случай. Там человек впереди, биг жив. То есть, есть все-таки люди. Редко, но появляются. Так, тут у нас мост. Мостик через какую-то речушку. Посмотрим, куда он выходит. Речка впадает, скорее всего, прямо здесь в море. Но не видно. Просто тут галька достаточно крупная. И, возможно, вода в нее уходит. Да, есть вон там какой-то желоб. Но так как сейчас дождей не было ночью. И, соответственно, этот ручеек, он где-то в гальку и уходит. И его не видно снаружи. Так, тут у нас что? Здесь у нас спуск из кафешечки на пляж. Кафе Сачка опять пустует. Хотя вот тут замки висят. Вот люди появились. Еще одна кафешечка. Все открыто. Никакого тут следов вандализма нет. Листья только сухие. Так что тут достаточно живут культурные люди. Там вот где-то сухуни. А там где-то пиццунда. Все по гамке дальше. Тележка для продажи кваса, пива, наверное. Еще что-нибудь тут. А, вот тут же написано. Кофе. Напитки. Груши. Фаниль. Кизил. Слива. Тут, короче, и кофе, и газированные напитки продавались, видимо. Кофе с собой. Блюда на мангале. Вай-фай. О, прикольно. Вот люблю, когда такие вот деревья растут внутри. Внутри двориков. Они какой-то антураж создают свой. Так вот сейчас выглядит аллея. В эту кафешечку мы вчера ходили. Пойдемте дальше. Неудобно, когда люди рядом что-то рассказывают. Все-таки на тебя смотрят, как на чокнутого немного. Ходит чувак такой, короче, с телефона. И разговаривать. Поэтому, наверное, я люблю, когда нету никого народа. Так, ну что, в эту кафешку зайду. Тут тоже свободный вход. А, сегодня же у нас, получается, сегодня суббота. Сегодня поэтому народу побольше. Местные жители гуляют. Не без мусора, конечно, тут, но за зиму, видимо, наштормило. Море принесло. Все это, я думаю, уберут. Скоро. Туристический сезон еще не открылся. Прикольно, да, дерево с лампочкой. Я представил просто сразу, как тут уютненько так сидеть вечером под деревом. Освещаемые такими лампочками. Вот эти кипарисы. Очень красивая такая стена из кипарис. Что-то вот это дерево у меня анчар напомнило такое стихотворение. У Пушкина есть анчар. Потому что оно как-то одиноко растет тут на пляже. О, кипарисы оббиты вот этими цветами. Так, это у нас что? Я даже не знаю, что это за цветы. Акации какие-то. Вот такие у кипарисов шишки. Маленькие, кругленькие. А тут, похоже, прям из бамбука были какие-то навесы построены. Можно спуститься. Давайте спустимся. Посмотрим со стороны моря, как это все выглядит. Море сегодня спокойное. Не то, что вчера. А, тут ракушки. Кто-то, видимо, собирал. Продолжение следует... так как волнарез мокрый видимо сюда захвёрстывает волна все-таки я дальше не пойду вот так вот со стороны моря это все и выглядит вся аллея усажена кипарисами очень красиво блин я представляю просто как здесь классно в теплый сезон тогда все это дело будет прибрано раз подсвечена и везде будут запахи шашлыка качапури домашнего вина да кстати это место похоже рабочие тут люди ходят не все кафешки видимо бездействует тут у нас душ код кота душ здорово котят как я тут живется коты здесь вечно голодный сейчас он нам покажет так а тут люди появились я иду подальше видимо я социофоб и сбегая людей просто ходить с телефоном как бы это привлекает внимание вот это классное место похоже она тоже закрыта но она здесь очень классно выглядит то есть тут такой основательный ремонт там мебель внутри крутая кожаная все плейс очень большая территория замощенная то есть по ходу вот эта вся территория это вот так этому все пояс принадлежит не знаю как это летом будет а котяра короче не отстает или это кошка что-то больше живот ну тут стекает очередная речка говнючка я не буду ее показывать не очень красиво выглядит так там под ноги лезет ты если хочешь гулять со мной ты хотя бы под ноги не лезь а то я не смотрю сейчас под ноги могу наступить так а тут у нас еще очередная территория засаженная кипарисами зайдем полюбуемся так кто-то старая вывеска белая красная чача коньяк копченая рыба форель и карп звучит во всяком случае очень аппетит вот из пальм сделано ограждение тут короче столики стульки еще котяра какая-то сидит одна котяра увидела другую котяру сейчас произойдет встреча котяр так ну что еще посмотреть столики верандочки покрытые пальмовыми листьями если это все привести в порядок я думаю здесь очень классно будет вот такая там территория сухие иголки листиками что все завалено просто прибраться что-то подкрасить и глотать будет все красиво на освещение добавить я думаю тут с этим уже вопрос как-то решится рандев а если читать обратную сторону да это рандеву походу называется вот такие кипарисы на входе прям сразу блин я даже не знаю сколько им лет но тут по-любому лет 50 наверное этим деревьям у него высокий хотя не знаю с какой скоростью они растут но тут такое ощущение что вот мало что изменилось советских времен то есть вот как был советский союз прошло 30 лет больше уже наверно так же как ты это все и выглядел при ссср кафешки пальма кипарис о а вот тут есть дерево из тапок это прикольно дерево на котором растут тапки может это тапки тех туристов которые не вернулись так ну все у меня дальше проход закрыт тут еще одна завал какой вот и охранник вот такой сидит с когтями когти точно все пока я дальше наверно не пойду а у нас по-прежнему море пальма и кипарисы всем пока